Друзья, всем привет! Я Дмитрий Ваганов, аккаунт-директор из интерактивного агентства Artweb. Давайте в ближайшие полчаса поговорим о продажах. То есть в меньшей степени о маркетинге, скорее о том, что говорил Сергей Рыжиков, как раз о том продуманном спектакле, где продуман каждый ход, как довести продажу до победы, то есть какие существуют практики, ну и в общем о системном подходе к этому делу. Я много общаюсь с нашими коллегами, с партнерами, с представителями агентств и замечаю, что у многих появляется одна и та же проблематика. Мы мало делегируем продажи. Скорее продажами в компании занимаются топ-менеджеры и совладельцы компании. Мало у кого получается выстроить какой-то такой системный панход, бизнес-процесс, чтобы менеджер взял заявку на приглашение в тендер и сам все довел до победы. Да не бывает такого. Кто, кстати, встречается с такой проблематикой? Ну, на самом деле многие. И я тоже поднял руку, потому что без моего участия, без участия наших топ-менеджеров редко случаются какие-то действительно яркие победы. А почему это происходит? Что мы ждем от наших менеджеров? Наверное, мы хотим, чтобы наш менеджер был такой же, как Евгений Маргунов, что ему сзади не поднесешь, что он как бы даже не моргнет. Естественно, это сильная компетенция и практический опыт. Далеко не у каждого менеджера это есть. Хотим, чтобы он знал рынок. То есть если бы мы на встрече общаемся по поводу, а кто участвует в тендере, мы должны сразу подстроиться, услышав определенных там игроков. То есть, естественно, не в коем случае говорить, что это плохое, а просто именно понимать, кто у тебя оппонент и какие, допустим, сильные ставки на что он будет делать. Мы понимаем, насколько высока цена ошибки. Представляете, к нам приходит заявка, например, на участие в тендере от крупного бизнеса, допустим, МТС. Мне кажется, владелец компании будет просто неспокойно спать, если он доверит все коммуникации и действия своему аккаунт-менеджеру. Он, безусловно, захочет там поучаствовать. Не каждый менеджер, опять же, долго в компании. Ну, естественно, хороший менеджер это 4-5 лет, можно и дольше, но все равно, если держать клиента, ну, связи с клиентом только через одного человека, это нелогично. Опять же, топ-менеджеры или владельцы компании всегда стараются коммуникации, какие-то такие точки соприкосновения с клиентом держать. Ну и глубокий энтузиазм. Грубо говоря, не каждого аккаунт-менеджера можно настолько сильно мотивировать. Да, есть KPI. Все это, безусловно, мотивирует. Но мечта, которая есть у предпринимателя, который открыл свой бизнес, или какая-то там жизненная идея добиться определенных успехов, это намного выше и сильнее любых KPI. Ну, давайте поговорим уже о самой продаже, а точнее о консультационных продажах. Если вспомнить дядюшку Нила Рэхэма, он делил продажи на консультационные и на транзационные. Вот на этой прекрасной картинке «Эй, народ, не скупись, покупай живопись». Это как раз транзационная продажа. Есть, по сути, продукт, и клиенты интересуют более выгодная цена и, в принципе, какие условия у него будут покупки. Если сделать проекцию на наш рынок, то транзационные продажи – это скорее покупка и продажа лицензии Bittrex, потому что есть сформированная цена и так далее. А продажа в высоком ценовом сегменте наших услуг, именно разработки интернет-проектов, это скорее консультационная. Потому что у клиентов, у них обычно есть какие-то пожелания, они понимают, что у них есть проблематика, но они не знают, как ее решить. И только в процессе общения, в процессе консультации появляется какой-то план действий. Этот план перетекает уже в какие-то количественные показатели в виде бюджета на проект, в виде каких-то сроков и так далее. Именно вот этими консультационными продажами мы с вами и занимаемся, продавая интернет-проекты. Ну, если не учитывать тех, кто это делает, там, не знаю, шаблоны продает пачками, там, по 10 штук в день, это транзационная будет продажа. Это всем известный цикл, и я думаю, все прекрасно знают, что без этих этапов никуда. Я не помню ни одну продажу, чтобы что-то из этого не происходило. В любом случае, начинается общение, бывают встречи, если нет живых встреч, то скайп-коллы и так далее. Давайте поподробнее пройдемся по каждому из этих этапов и посмотрим, какие практики мы ввели, мы стематизировали, чтобы минимизировать участие топов, а чтобы аккаунтеры отрабатывали определенные действия, и это положительно влияло, естественно, на вероятность продаж. Первые коммуникации. Ничто так не располагает собеседнику, как слова по моему опыту. Какое-то время у нас в компании работала девочка, это, наверное, где-то года два назад, которая принимала звонки. Это я ее таких людей называю «ходячие брошюры». Это когда человек прекрасно знает, какие услуги мы предоставляем, примерные рамки по стоимости, но как-то компетентно проконсультировать ей было сложно. То есть, по сути, она принимала звонок, изначально забирала какие-то определенные требования, а дальше связывался уже project manager. И мы изменили эту концепцию. На самом деле это очень положительно повлияло, потому что мы первичные звонки отдали project manager, account manager, даже я иногда отвечаю на звонки клиентов. Таким образом, мы сразу стараемся дать какой-то консалтинг. То есть, даже если клиент обратился с задачей, и мы понимаем, что он не в нашей ценовой категории, лучше потратить 10 минут, компетентно с ним пообщаться, дать какой-то совет. Пускай это не продажа сегодня. Через года два, когда он придет в какую-то другую компанию, он запомнит вас, то, что в этой компании он позвонил, ему уделили время и проконсультировали. Он понял, что там работают профессионалы. И обязательно при возможности туда вернется, когда, допустим, у него будет соответствующий бюджет. Естественно, чем компетентнее и более сильный менеджер общается по телефону изначально, он сразу проведет первичный брифинг, более точно все поймет, какая задача, даст свои какие-то идеи. Ну и, кстати, проведет фильтрацию. Ну и по бюджету, еще по каким-то критериям. То есть поймет, насколько логично работать с таким клиентом, назовем это так. Ну и вообще итогом любых коммуникаций это необходимо вывести на встречу. На встрече лучше говорить не о себе, а лучше говорить о клиенте. Именно такую практику мы взяли на вооружение где-то год назад. А как все это получилось? Один наш классный клиент рассказал, что у них был тендер на внедрение какого-то софта, то есть не веб совсем. Он просто поделился опытом. Что там происходило? Были пять компаний, и одна из них приехала на встречу не задавать вопросы, а уже сразу рассказала, как что будет и как должно быть. Таким образом они полностью захватили внимание этого клиента, ну и в итоге победили в тендере. И мы начали брать на вооружение такой подход. Что мы делаем на этапе подготовки? Безусловно, это погружение в бизнес-клиента. Это, во-первых, поднять большой объем информации. У нас есть Википедия, у нас есть Яндекс, Гугл, любые системы, где можно поискать информацию о клиенте, какие-то интервью руководителей и так далее. То есть собрать большой пласт. Если мы что-то не находим, можно сделать добрифинг менеджера со стороны клиента. То есть опять же объяснить то, что мы готовимся к встрече, так как будем общаться с вашими лицами, руководителями, мы хотели понимать то-то, то-то, и обычно менеджеры всегда идут навстречу и рассказывают какие-то, допустим, стратегии на ближайший год. То есть мы таким образом готовимся. Обязательно необходимо узнать, какие лица принимают решения и кто будет навстречу. От этого мы поймем, какую команду сформировать навстречу самим. Потому что если будет технический директор, наверняка у него будут точечные технические вопросы по интеграции или еще как-то. Таким образом мы сразу берем своего руководителя разработки. Если больше дизайн, это сразу креативный директор и так далее. То есть определенную тактику выстраиваем навстречу. Ну и, естественно, всю нашу подготовку лучше оформить в виде презентации. Она позволяет управлять вниманием клиента на протяжении встречи. Таким образом мы не можем потерять, например, полчаса на обсуждение какого-то маловажного вопроса. Когда есть презентация, в которой мы рассказываем постепенно, один за другим разбираем те или иные вопросы. Мы не теряем нить. А если, например, прийти без презентации, это будет просто разговор. Да, тоже может сработать, но все-таки в виде презентации четкий план на встречу работает намного лучше. Мы это уже на практике выявили. Работа на ЛПРов. Опять же, из жизни пример. Идет встреча, пять человек напротив. Это клиент. Все прекрасно, мы классно рассказываем, только какой-то мужик постоянно то входит, то входит, то входит. Непонятно. А на самом деле именно он является исполнительным директором, и он принимает решение. То есть надо заранее понимать, что это за человек, и какую роль он играет. И если, например, даже он вышел, обязательно сказать, Иван Иванович, мы сейчас разобрали, пока у вас не было такие-то такие вопросы. То есть держать его внимание, то есть акцентировать. Потому что захватить, не знаю, менеджера, это бесполезно. Все-таки принимать решение будет руководитель. Разогреть клиента перед рассказываемым в агентстве. Намного интереснее начать разговор о них, а только о нас оставить потом. Потому что если прийти и начинать, здравствуйте, мы интерактивное агентство с таким-то опытом, то-то, то-то, это мало кому интересно, они как бы еще не разогреты, и просто тяжело это воспринимается. А намного легче им будет поговорить сначала о себе. И просто в какой-то момент клиент сам захочет, если он заинтересуется, и спросит, а какой у вас там опыт, а какой там опыт. И потом между делом вы потихоньку выходите на презентацию себя. Сроки стоимости agile как преимущество. Когда-то давно, это года два назад, мы задумывались вопросом, а как же продавать гибкую методологию? Там же нефиксированные сроки, нефиксированные стоимости. На самой встрече, на первичной, например, не обязательно делать какие-то там, проговаривать все это, что у вас в договоре не будет там сроков. Не надо. На самом деле лучше рассказать о том, что у нас есть классная методология, которую мы используем, которая позволит вам управлять требованиями в процессе и сократить бюджет, если мы будем, например, эти требования вырезать. Такая формулировка в процессе продажи понравится намного больше. Ну а когда уже будут более детальные разборы, вторые встречи, третьи встречи, там можно уже эту методологию разобрать более подробно. Обязательно, как я уже говорил, на встречах надо узнать, кто ваши оппоненты, чтобы понять, когда мы к коммерческому предложению придем, как его затащить, чтобы, допустим, ваша компания выглядела в лучшем свете, например, если мы знаем, например, кто там конкурент, на что они будут делать ставку. Ну и хорошая практика, подготовка протокола встречи. Как же без этого? И вот как раз, когда у нас есть вся информация, были встречи, нам необходимо сформировать коммерческое предложение. И тут я хотел просто отметить, что важно на встречах услышать клиента, понять, что ему самое главное. Потому что не должно быть коммерческого предложения с эффектом шаблона. Если мы понимаем, что, например, у них стоят определенные цели и задачи продавать, но генеральный директор постоянно приводит какие-то примеры интерактивных слайдеров или еще что-то. Ну вот фетиш у них на это, скажем так. Пускай мы в коммерческом предложении сделаем акцент на тех работах, где у нас это реализовано, чтобы он лишний раз помнил об этом, когда будет его просматривать. И так далее. Таких примеров может быть довольно много. То есть опять же понимаем, что клиенту важно, и на это делаем ставку в коммерческом. Смета, календарный план работ, неотъемлемая часть любого коммерческого предложения. Смета может быть в какой-то кратком виде для некоторых клиентов. Если мы понимаем, что он очень скрупулезный клиент, ему важно какие часы, почасовые ставки, сколько часов уйдет на трясовку концепции, какие там, не знаю, роли участвуют. Лучше это все сделать, если мы чувствуем, что клиенту это надо. Если это не требуется, делаем акцент на что-то другом. Календарный план работы может быть немножко, скажем, я так называю, позитивным. Мы показываем, на какую точку на календаре мы можем выйти, но сразу отмечаем, что это возможно только в том случае, если вопросы с вашей стороны будут решаться по согласованию не более двух рабочих дней, если документы не более четырех-пяти рабочих дней и так далее. То есть сразу, если указываем определенный календарный план работ, сразу описываем, какие у нас даты по взаимодействиям. Понятно, что, скорее всего, что-нибудь они нарушат, и потом мы сможем хоть пальцем показать, почему мы сдвинулись и не три месяца, а стало четыре месяца разработка проекта. Подготовка, видение проекта. Это, кстати, больной вопрос рынка, потому что даже в крупных тендерах, где участвуют топы, очень часто клиенты требуют разработать концепцию, покажите, какой будет дизайн. И, к сожалению, многие топовые агентства соглашаются и рисуют, и это, конечно, больной вопрос. Мы практикуем, конечно, и стараемся дать видение проекта. Видение – это минимум подключения отдела дизайна, это максимум какой-то, может, мутборд сделать. А так, конечно, это больше словесное описание, чтобы показать, что мы с клиентом думаем в одном и том же векторе, скажем так. Кстати, хорошая практика указать в коммерческом предложении про копирайт, чтобы потом не возникало вопросов в будущем, когда, например, заключается контракт. Можно, по крайней мере, показать, что данная стоимость указана в коммерческом предложении учитывает, что наш копирайт будет на сайте, на дизайн макетов. И, кстати, очень классная конкурентная разбитка бюджетов. То есть не спешите отправлять коммерческое предложение, когда вы его сформировали. Вот, там, условно, получилась циферка полтора миллиона. Ну, условно. Есть возможность позвонить твоему прекрасному менеджеру, который, до брифинг которого ты проводил, и напрямую спросить. Так и так, Светлана у нас по бюджету получилось полтора миллиона рублей. Как вы думаете, насколько это приемлемо? И другие участники рынка плюс-минус в такой же ценовой категории? Таким образом, она в любом случае, если налажен контакт, даст какой-то фидбэк. И по этому фидбэку можно как-то скорректироваться. Либо в большую сторону, либо в меньшую. То есть, в любом случае, в разговоре мы им говорим, что у нас порядок цифр, там, полтора миллиона. А потом можно как-то так переиграть, если что-то. Или как-то урезаться, если мы понимаем, что мы будем в два раза дороже всех остальных, тогда лучше может какую-то часть работ скрыть, как там, во второй релиз. Ну, какие-то такие уже, наверное, более хитрые ходы. Ну, в любом случае, как бы, не ущерб качеству. Приходит тот этап, когда уже все коммерческие отправлены, и клиент уходит на принятие решения. Что можно сделать здесь? Иногда, кстати, на этот этап занимает не одну неделю, а бывает и месяц, и, конечно, если, например, долго нет какой-то информации от клиента, скорее всего, что-то плохо. Не бывало такого, чтобы клиент уходил на два месяца думать, а потом, опа, ребята, мы вас выбрали. Не помню такого на практике. Что можно сделать на этом этапе? По сути, это ждать, а второе, можно все-таки попытаться пообщаться с ОПРами. Например, после встречи остались определенные визитки. Можно позвонить, спросить, если что-то мешает работе с нами, может быть, они что-то не услышали на встречах. Попытаться в разговоре, это скорее уже телефонный разговор, как-то сломить этот барьер и расположить на свою сторону. Ну и можно, например, предложить отправить генеральный договор на согласование юристам в службу безопасности таким образом показать, что мы готовы работать быстрее, потому что иногда служба безопасности проверяет договор по две недели, бывает по месяцу с крупняком и так далее. И вот он приходит в тот момент, когда озвучиваются результаты тендера. И вот с чем мы столкнулись, особенно в последнее время. Нас выбирают. Мы, например, зажигали, классные презентации делали, придумывали наше видение, все это презентовались, нас выбрали. Мы радовались, все отлично. Но почему-то на этапе заключения контракта все начинает как-то умирать. То неделя прошла, то вторая, то генеральный уехал на какую-то конференцию, и мы понимаем, что просто они замораживают проект и придумывают какие-то отмазки. То есть они вроде себя тоже немножко неловко чувствуют, потому что они попросили нас там как бы огромную работу провести на преселе. Мы им как бы там придумывали презентации, идеи собирали, считали подробные коммерческие, как планы на проект и так далее. И так вот так вот потихоньку сейчас накопилось уже почти пять проектов с начала года, которые вроде мы победили в тендерах, но контракт до сих пор отложен. И это, конечно, печалит, поэтому девочки шампанское только после подписания договора и первого счета. если мы все-таки победили, то в любом случае держим руку на пульсе, не отпускаем клиента, общаемся, помогаем решить, ну мы как можем помогаем решить те проблемы, которые сложились, чтобы уже как-то запуститься. Стандартно идет согласование договора, ни в коем случае не надо сильно прогибаться, и так далее. Если мы проиграли, такой сценарий тоже возможен, наверное, конечно, первые несколько дней становится очень грустно, особенно если ты и твоя команда вложила много сил. Но в любом случае надо получить фидбэк, это будет очень полезно. Почему проиграли, из-за чего, что стало камнем преткновения и так далее. И иногда, конечно, клиент говорит, что да нет, цена, а если копнуть глубже и именно как-то так пообщаться не с одним человеком, по факту можно выявить, что где-то мы допустили какую-то ошибку на каком-то этапе. И таким образом получить обратную связь, чтобы в следующий раз эту ошибочку не сделать. Ну и самое главное, надо держать связь с клиентом. У нас уже несколько кейсов, когда мы, например, все-таки проиграли в первом тендере, но потом клиент к нам возвращается. Причем есть два пути, которые ведут к нам. Это появление нового тендера. То есть клиент понимает, что сейчас тот подрядчик занят, там все хорошо, работа идет, ему нужен какой-то другой. И он помнит, что мы хорошо проявили себя на презентации. Он просто не выбрал на тот момент нас. И он с новым тендером может даже без тендера уже напрямую прийти к нам. И второй вариант, если все-таки там что-то пошло не то, и такие случаи были, когда с тем подрядчиком не сложилось, и, например, на этапе концепции дизайна клиент прощается, есть вариант рассмотреть, чтобы он вернулся к нам. То есть это могут быть звонки аккаунт-менеджера раз в месяц, спросить, как дела, поддерживать определенную связь. По факту работает. И вот он, наверное, закон аккаунтинга. Потому что прицел, это не развод на секс, а предложение руки и сердца. Ни один проект не стоит как-то уже как-то красиво хотел сказать. Ни один проект, точнее, ни одна продажа не стоит одного проекта. Потому что мы вкладываем довольно много сил, и с клиента надо дружить и развивать его. То есть если мы работаем какой-то интернет-магазин, дальше мы можем внедрять корпоративный портал. Возможно, у них какие-то потребности по посадочным страничкам и так далее. И это все можно… Ну, это работа аккаунт-менеджера, чтобы выявлять эти потребности, предлагать какие-то лояльные условия, потому что мы комплексно работаем по клиенту. И это, конечно, приносит хорошие результаты. Так что аккаунт-менеджер это прежде всего и бизнес-консультант, и помощник, и друг клиента, потому что он должен с ним постоянно общаться. Только так можно выявить потребности и привнести новые заказы. Хорошая практика это аналитика до и после проекта. Например, мы сделали проект, прошло какое-то определенное время, обязательно приехать к клиенту с данными по аналитике еще раз показать, что было сделано и как можно сделать лучше. Потому что невозможно, то есть в процессе разработки есть определенные гипотезы, сделанные на основе аналитики, но это не может быть стопроцентное попадание в яблочко. Опять же, мы смотрим, как целевая аудитория двигается по проекту и можем уже предложить, если есть какие-то там, не знаю, проблематики, их как-то изменить. И так далее. Это тоже доп. работы, развитие проекта, и это хорошо. Немножко статистики. Грубо говоря, мы вывели такой системный подход, насытили его вот этими практиками и достигли определенных результатов. Где-то в 2013 году, если взять качественные лиды, которые к нам приходят, то четверть из них мы доводили до продажи. Я говорю только про качественные. Некачественные – это когда там, как уже приводили примеры, на неизвестного e-mail приходит фраза «Пришлите нам коммерческое предложение на разработку интернет-магазина игрушек». Это некачественные лиды и так далее. В 2014 году как раз начали потихоньку накидывать вот эти идеи, экспериментировать и достигли уже определенного внушительного результата. Где-то треть тендеров крупных, которые у нас сейчас к нам приходят, мы стараемся доводить до продажи. Сейчас цифра немножко возросла, она, наверное, в рост связана с тем, что мы еще больше времени стали уделять клиентам, потому что немножко упал спрос. Ну, то есть немножко меньше стало этих заявок, а у нас появилось дополнительное время уделять им большее внимание. Вот. Так что вот эти все практики, которые я говорил, они в любом случае действуют. И это доказано на цифрах, мы сами это видим. А видим мы, естественно, из аналитики CRM. Мы используем Bitrix24 и вам советуем. На самом деле, в принципе, любая CRM подойдет, потому что для продаж главное считать. я просто за то, чтобы считать. Ну, а за Bitrix24, естественно. Так, ну и самое главное, подведем определенные итоги, что нет таких практиков, практик, которые бы довели вас до продажи стопроцентной. Просто есть определенные вещи, которые работают и пока хорошо дают хороший результат. Не берите все на себя, выращивайте сильных менеджеров, это как раз продолжает, что нужно строить определенный бизнес-процесс продаж. Если делать все самому, то это, ну, определенные объемы вы не потянете. Скажем так, самому нужно растить людей. Систематизируйте работу на каждом этапе воронки продаж и так далее. Обязательно анализируйте полученные результаты. Ну и не бойтесь экспериментировать. Все? Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, пожалуйста, вопросы? Вопросы? А можно вы отвечаете? Нет? Нет. Можно я пока тебя спрошу? Пока собираются коллеги с вопросами. Вы сделали коммерческое предложение. Все устраивает, не устраивает один пункт. Не хотим вашу ссылку на сайте. Вы уступите? Больный вопрос. Нет, скорее всего, не уступим. В любом случае, уступать нельзя, нужно что-то получить всегда взамен. это важно. Деньги? Деньги разве это мало? А? Деньги? Будет увеличение стоимости. Ну, хорошо, скажите, сколько? Ну, так и будет. Будет объявлена определенная цена. Ну, сколько? Я думаю, что это... Сколько вы продаете ссылку? Я вот знаю, за сколько мы одну продаем. А вы? Не, на самом деле, по практике, где-то говорим 15% в сумме проекта. Где-то так. Ну, вот еще раз. Я, например, знаю один проект партнера нашего крупного. Я думаю, что им очень обидно, потому что этот проект, клиент отказался. Кстати, я их потом спрошу, знают ли они эту правду. Я просто знаю эти директора, он выбрал другого партнера, а на вопрос, почему ты этого не выбрал первого, он говорит, они отказались ссылку убирать. Цену даже не назвали. Вот. На самом деле, он считает это оскорбительным. Ну, понятно. Нет, вот говорить о цене, это самое последнее, честно скажу. Иначе это будет очень негативно воспринято. Во-первых, сначала идем на какие-то такие интересные компромиссы. Например, а давайте, посмотрите там примеры, как это может быть. Например, мы не пишем там, не знаю, разработка проекта Artweb, мы оставляем просто Artweb логотип. То есть какие-то такие вещи. Дальше идем. Если не на всех страницах, может быть определить, какие страницы можно, какие нет. Тоже такой вариант возможен. то есть нет смысла это как бы неправильно потерять клиента, когда ты там два месяца за него боролся. И тут упереться в бомб как баран. Конечно, конечно. Определенные просто переговоры надо провести. Пожалуйста, вопрос. Дим, вопрос такой. Вот ты указывал в кейсе, что если КП они выбрали, ну, допустим, вас звонить, потом лицо принимающее решение. Звонишь ему, а он тебе говорит, зачем ты звонишь мне, позвони маркетологу. Маркетолог говорит тебе шаблон. Ну, там, мы вас не выбрали, там, по какой-то определенной причине, но ты понимаешь, что это отмазка. Как узнать реальную причину? Ну, все-таки я буду звонить руководителю. Это будет навязчиво. Он скажет, ну, я же вам дал номер телефона маркетолога, но поговорите с ним. Я там занят. Ну, конечно, там, может быть, все правды не добьешься, с утюгом к ней вечером не придешь. Я согласен. Но, все-таки, в принципе, если там адекватный руководитель, он найдет пять минут. Наверное, можно договориться просто о времени, когда звонится. Давайте позвоним вам после шести вечера и так далее. Ну, как бы, если совсем сливает, да, тогда мы учим маркетолога. Если маркетолог, совсем не пробивной, есть еще ходы поговорить с партнерами, кто участвовал в этом же тендере. Как узнать о них? Как их название? Кто они? Иногда не раскрывается. А это уже тонкая игра. На самом деле, иногда делаешь выводы совершенно из разных вещей. Иногда приходишь на встречу, а просто визитки валяются с прошлых. Как бы уже понятно, кто там был. И так далее. Просто тут очень тонкая грань, как не быть навязчивым. Потому что, если компания позиционирует тебя серьезной компанией, и ты, грубо говоря, начинаешь там выпрашивать причину, ну объясните, почему вы там. Не, наверное, выпрашивать не приходится, конструктивный разговор. Чаще всего объясняют. Идут навстречу. Даже крупные игроки рынка. Нет, ну если просто человеку сказать, какой объем работ был проделан, просто объяснить. И сейчас очень интересно. Мне важно для бизнеса. Мне важно, чтобы я не сделал эту ошибку дальше. Я вот так вот и могу вам сказать. Он же может не хочет признаться, что внука не впечатлило. Это раз, либо он боится сказать, что у него денег не хватило. Это мы тоже часто сталкивались с этим. То есть он ищет какие-то другие проблемы, хотя не хочет говорить о том, что у них бюджет такого нет. Спасибо. Вопрос еще. Вопрос, как вы отстроили вот эту схему, когда у вас принимают звонки на пресейли, больше опытные менеджеры. Понятно, что они дадут более квалифицированную консультацию, но они в этот момент могут быть заняты подготовкой серьезного компреда или презентации. То есть в какой момент вы подключаете вот этих новичков для обучения, новичков, которые хуже консультируют? Как построен этот процесс? Расскажите подробнее, пожалуйста. Ну, собственно, у нас, во-первых, не один и не два аккаунт-менеджера. Их несколько, плюс есть проект-менеджеры, плюс есть я. Если идет входящий звонок по именно разработке проекта, там переадресация идет, то мы просто, кто-то из нас подхватывает трубочку. Ну, в принципе, довольно просто. То есть тот, кто сейчас на данном более-менее, скажем так, свободен. И в случае, чтобы прямо там как-то это сильно отрывало, ну да, конечно, отрывает немножко. То есть в этом и проигрываешь то, что ты, например, project-менеджера отрываешь какого-то, может, важного письма, ему сейчас нужно ответить, потому что все куда-то разбежались. Но зато выхлоп будет больше, потому что он более грамотно поговорит с клиентом. Последний вопрос. У меня вопрос, в данном случае, наверное, от большинства. Статистику сегодня все видели. На самом деле, проектов-то таких огромных очень мало. И основные там интернет-магазины 70, 100 тысяч. И вот уже несколько человек рассказывает о том, что надо много в пресейл вкладывать и так далее. А ведь большинство партнеров на самом деле работают в низком сегменте, где им нет возможности такой. Что вы можете им посоветовать? Потому что обрабатывать сотни клиентов мелких по такой схеме почти нереально. Это нужно штат, не знаю, работа. Ну да, здесь как раз вот то деление консультационная и транзакционная продажа. Если мы говорим, ну, например, заходим на сайт и нам писано интернет-магазин 75 тысяч рублей, там, сайт-визитка 80 тысяч рублей, условно. И, конечно, это, наверное, транзакционная продажа и вот так вот консультировать, отрабатывать не нужно. Там нужно бить как бы оптом по целевой аудитории и предлагать, у кого уже есть заинтересованность, они просто будут искать какие-то фишки, какие-то лояльность по цене и так далее. Так вот действительно серьезно отрабатывать точно не надо, иначе это никак не окупит ваша деятельность. Спасибо большое. Спасибо, коллеги. Спасибо. Спасибо.